Дорогие друзья, приветствую вас! Сейчас я вам расскажу о том, как я подавала на госпрограмму переселенцев полное ее название. Государственная программа содействует добровольному переселению соотечественников Российскую Федерацию. Может быть еще какие-то слова упустила, но коротко ее называют госпрограммой переселенцев. И, значит, давайте сначала коснемся списка документов, которые нужны на подачу. Вам понадобится копия паспорта с переводом. Ну, скорее всего, будет с переводом, вряд ли она полностью написана на русском языке. В наших паспортах граждан Казахстана есть некоторые слова, даже очень много, есть перевод на русский язык почти каждого пункта, но некоторые пункты все-таки не переведены на русский язык. И по этой причине вам придется делать перевод паспорта, и затем его нотариально заверят. То есть снимут каждую страничку вашего паспорта и поставят штампик, что заверяю, нотариус такой-то. Вот. Также, по-моему, это касается всех остальных документов. Просто у меня остальные документы-то в России получены, свидетельство о рождении, так как я родилась в России, свидетельство о заключении брака на русском языке, документы об образовании на русском языке. Вот. Я не занималась переводом, но, по-моему, да. Вы, если предоставляете документы, эти виды документов, написанные не на русском языке, то вам нужно будет делать перевод. У нас в Улан-Удэ переводческих контор не очень много, но они есть. Я, например, вам рекомендую... В общем, находится оно в Удинском пассаже, где-то в среднем корпусе. Найдете. Там, по сравнению с домом быта, в доме быта тоже есть переводческая контора, не знаю, как называется, цены ниже, но чуть ли не вдвое. То есть мне перевод паспорта обходился в тысячу, а моим сыновьям, моему сыну младшему обошелся в две тысячи. Видите разницу рублей? Так, следующий документ. Свидетельство о рождении. Это все мы говорим о копиях. Свидетельство о заключении брака. Также мне задавали вопрос, если человек вдовый, вдова или вдовец, что писать. Вы так и пишете, вдовец, вдова, и прилагаете свидетельство о смерти. Свидетельство о смерти. Также пишите номер, когда выдано, ну, в общем, какие там есть данные, идентификационные данные этого документа записываете, так, чтобы его могли сверить. Смысл всего всех этих записей, чтобы проверяющим было легко проверить, найти этот документ и проверить. Копия миграционной карты и документ об образовании. Есть какие-то еще дополнительные пункты, но давайте тогда уже посмотрим само заявление, бланк самого заявления, который у меня был принят. Так, начинается оно вот так. Первое, что вы заполняете, причина, побудившая обратиться с настоящим заявлением, переезд на постоянное место жительства, сведения о заявителе, фамилия, имя, отчество, если имеется. Если не имеется в документе, то не пишите, и ничего не нужно писать, эту строку не заполняем. Читаем примечания. Заполняя вообще любой документ, любую анкету, вы внимательно читаете подстрочные пояснения, примечания. Фамилия, имя, имена и отчество указываются в соответствии с документом, удостоверяющим личность. В случае изменения фамилии, имени, имен или отчества указываются прежние фамилии, имя или отчества, а также причины и даты изменения. Число, месяц, год и место рождения с указанием населенного пункта района, области, края, республики, государства. Дату написала в таком сокращенном варианте. Можете, как вариант, писать полностью словами 20 марта 1965 года. Город Ленинград. Здесь важно не применять сокращений. То есть город, пишите полностью город. Ленинград, РСФСР. Семейное положение. Замужем, свидетельство о заключении брака, номер такой-то. Выдан тогда-то таким-то органом. Пол указываете. Документ, удостоверяющий личность. Здесь проходит только паспорт. Никакие внутренние документы не проходят. Выдан 28 апреля 2017 года Министерством внутренних дел Республики Казахстан. Гражданство Республики Казахстан. На каком основании гражданство было получено? Если вы там родились, пишите по факту рождения в таком-то году. Если было изменено гражданство согласно какому-то законному акту, пишите этот законный акт. У меня. Согласно закону о гражданстве Республики Казахстан по факту проживания с декабря 1991 года. Национальность можно не указывать. По желанию написано. Вероисповедание можно не указывать. Я написала, не желаю указывать. Владение русским языком владею свободно. Доказательством моего свободного владения будет являться диплом об окончании высшего учебного заведения на территории Российской Федерации. Либо среднего учебного заведения на школу. Если бы у меня не было высшего, то я бы аттестат представила. Если вы закончили школу не в Российской Федерации, не в РСФСР, то тогда вы должны представить сертификат о владении русским языком, знании законов и истории России, который сдается отдельно. У нас в Лануде сдать этот экзамен стоит 5 900, что ли? 5 с чем-то, около 6 тысяч. Ну, это не так уж важно. Не важна точность, поскольку цены могут меняться, да? Особенно с наступлением Нового года. Так. И, кстати говоря, о наступлении Нового года. Сегодня у нас 19-е. Наступил уже 2019 год. В силу должна была войти новая концепция провозглашенная, подписанная президентом Российской Федерации незадолго до наступления Нового года, кажется, в ноябре. Я спрашивала сотрудника отдела по вопросам миграции, какие изменения она сказала, никаких. Все так же по-старому, в части госпрограммы никаких изменений нет. Но, возможно, потом еще придут, все познаются на практике. Знаете, тут до того времени, как год только начался, еще мало прошло людей. Там я не буду удивлена, если поступят какие-то новые изменения. Но, в принципе, да, можно полагаться на то, что никаких изменений в части госпрограммы в миграционной политике нет. Так, владение иностранным языком и или языками народов Российской Федерации. Я тут пишу бурятский язык, читаю, могу объяснять, казахский язык, также немецкий язык, читаю, перевожу с флором, английский язык. Я полегла. А государство, из которого вы, либо члены вашей семьи, планируете выехать, выехали в Российскую Федерацию, Республика Казахстан. Это ответ на этот вопрос. Образование высшее, значит, читаем подстрочные примечания. Учебное заведение, номер, дата выдачи, диплома, свидетельство, специальность по диплому. Все пишем в таком порядке. Учебное заведение, Московский георазведочный институт, диплом, номер такой-то, выдан тогда-то в таком-то городе. Кстати, здесь можно было тоже город поставить, да, но у меня так проскочило с сокращением. Имейте в виду, да, лучше бы вам написать город. Так, и специальность по диплому экономика и организации георазведочных работ. Ученая степень, ученое звание не имею, государственные награды, знаки отличия не имею. Профессиональные знания и навыки, горный инженер-экономист, 5 лет, 9 месяцев. Это я посчитала по трудовой книжке. Далее, сведения о трудовой деятельности за 10 последних лет. Начала учебу в высших и средних учебных заведениях, военную службу, работа по совместительству, предпринимательскую деятельность и так далее. Здесь вам придется подробно все вспомнить. И, конечно же, вряд ли вы помните, особенно если вы меняли паспорт. Или как он в нашем... Я и паспорт меняла, и потом не все штампы моих пересечений границы попадают в паспорт, потому что иногда я проезжала по удостоверению личности, которая представляет собой пластиковую карточку, там штампик, а въезде-выезде ставить некуда. Поэтому я попросила сотрудника УВМ выкатить мне распечатку моих въездов-выездов. Мне, значит, выкатили эти сведения, и я заполнила согласно этим сведениям. Потом, когда она проверяла, возник вопрос, стала сверять с паспортом мои въезды-выезды, а в паспорте и нету всех штампиков въезда-выезда. Я тоже растерялась, не сразу вспомнила, в чем причина этого, в том, что я предъявляла не паспорт, а удостоверение. В общем, заполнила. И последняя моя запись, студентка, студент Бурятского государственного университета. Отношение к воинской обязанности. Воинское звание не военно обязанное. Проживали ли, пребывали ли вы, члены вашей семьи, присоединяющие с вами в Российскую Федерацию, ранены на территории Российской Федерации? Этот вопрос не совсем был понятен. Ну да, пребывали. Но здесь читаем подстрочное пояснение. В случае подачи выполномоченный орган за рубежом. То есть, если вы подаете у себя в стране, ну там, допустим, в посольстве Российской Федерации, в вашей стране, то там вы эту строчку заполняете. В каком субъекте Российской Федерации проживаете в настоящее время и на каком основании? Значит, проживая в Республике Буряти, по такому-то адресу, разрешение на временное проживание такое-то. Дату указывают действия. Орган ФМС по субъекту Российской Федерации, в котором реализуется соответствующая региональная программа, место постоянного или времени проживания на территории Российской Федерации, документ, подтверждающий право на проживание в Российской Федерации, разрешение на временное проживание, либо вид на жительство, номер и дата выдачи, кем выдан срок действия. Подтвергались ли вы члены вашей семьи, переселяющие совместно с вами в Российскую Федерацию, экстрадиции, административные затворения за пределы Российской Федерации, депортации или передавались Российской Федерации иностранному государству, в соответствии с международным договором, Российская Федерация у реадмиссии не подвергались. Да или нет, если да, то когда и кем? Субъект Российской Федерации, планируемый для переселения в Республику Бурятия, а, для переселения, Республика Бурятия, я пишу, в соответствии с государственной программой и региональной программой переселения субъекта Российской Федерации, я планирую заниматься, получать высшее образование в магистратуре Бурятского государственного университета по специальности «Социальная философия». Примечание, читаем, в зависимости от деятельности, которой заявитель планирует заниматься на территории выбранного субъекта Российской Федерации, соответственно, указываются в том числе вакантная должность и наименование юридического лица, имеющего вакансию, наименование учебного заведения, специальность, направление образования, направление предпринимательской деятельности с указанием при наличии инвестиционного проекта, бизнес-проекта и тому подобное. В общем, в моем случае, когда я учусь, все легко, я указываю высшее заведение, специальность, в общем, все подробные данные. Если вы сейчас в данный момент не работаете, но планируете, как и записали, как было записано, заниматься трудовой деятельностью, осуществлять трудовую деятельность по специальности, указанной, например, в дипломе, то тогда вам нужно будет к этому документу приложить еще распечатку из службы занятости, где будут указаны вакансии с вашей специальности. Их будет достаточно представлено, ну, больше одной, больше одной хотя бы, да, по крайней мере, я не знаю, какое там количество требуется, но чтобы было понятно, что республике очень нужны люди вашей специальности, смысл такой. Вот, поэтому вот такое пояснение. Если у вас проблемы с трудоустройством, и вы занимаетесь предпринимательской деятельностью, например, планируете открыть ИП, тогда тоже указываете направление предпринимательской деятельности с указанием инвестиционного проекта, бизнес-проекта. О, это сложно. Это сложно. Так что лучше бы вам быть наемным работником, да, чем самому быть предпринимателем. Члены семьи, переселяющиеся совместно со мной в Российскую Федерацию. Я, здесь тоже нюанс, я хотела подавать со своими сыновьями, включить свою программу своих сыновей, но поскольку один сын отвалился, то есть он не смог получить разрешение на временное проживание, а для того, чтобы включиться в эту программу, нужно иметь, как минимум, это РВП, и его не смогла включить, то другой сын у меня имеет основание сам подавать на госпрограмму, он под статус переселенца подходит, поскольку он родился в Москве во времена, до развала Советского Союза. Поэтому мы подумали и решили подавать каждый по отдельности. Это выгоднее, это будет больше денег, поскольку у нас территория преимущества, как это называется, в общем, Бурятия является территорией заселения по данной программе, поэтому здесь выплачиваются 240 тысяч. Ну, не радуйтесь за меня, слишком рано они выплачиваются не сразу в руки автоматически, как ты только вступишь, будешь принята в программу, нет, через полгода, говорят, ну, видимо, как рассмотрят, примут тебя в программу, затем деньги будут идти, через полгода, в общем, в среднем ты получаешь 50 тысяч, остальные 190, правильно я говорю? 50 тысяч и 190, да. Остальные 190 через 2 года. То есть, когда отследят за тобой, что ты действительно участвуешь в программе, а не только ради денег вписался сюда, тогда выплачивают остальные. Так вот люди говорят. И потом я спросила, а какие основания? Здесь же вообще по Бурятии считалось, что преимущественно берут, что Бурятии нужны люди со специальностью в области строительства, образования, медицины и получающих высшее образование. Она сказала, да, это так, но поскольку людей не очень много идет в программу, то практически всех, всех принимают. Ну, лишь бы не было каких-то таких очень веских причин против принятия в программу. Короче говоря, 23-ю графу, 23-й вопрос я не заполняю. У меня пустая табличка. Всего членов семьи, в том числе лиц, в отношении которых осуществляю опеку, ничего не пишу. Привлекались ли вы члены вашей семьи, переселяющие совместно с вами Российскую Федерацию к уголовной ответственности Российской Федерации или за ее пределами? Нет. Имейте ли вы члены вашей семьи непогашенную неснятую судимость на территории Российской Федерации или за ее пределами? Нет. Имеете ли вы в субъекте Российской Федерации, выбранном вами для проживания родственников? Да, имею. Указываю адрес. Так, читаем. Да или нет. Если да, то место и время проживания. И пишу, значит, адрес такой-то, проживает по этому адресу с января 2000 года. Это мы смотрели по документу на собственность этого жилья. Планируемый въезд на территорию вселения на период обустройства единолично. Ну, здесь подстрочные единоличные или с членами семьи. Планируем вариант временного размещения у родственников. Планируемые формы жилищного обустройства за счет собственных средств по программе ипотечного кредитования за счет средственных источников. Значит, за счет собственных средств, на кого мне еще надеяться. Дополнительные сведения, которые вы желаете сообщить о себе, членах вашей семьи, переселяющейся с вами в Российскую Федерацию, нет таких. Домашний адрес, почтовый индекс, контактный телефон. Здесь вы указываете те данные, по которым вас должны найти эти службы, чтобы вам передать ответ. Ну, практически такого не происходит, как будто бы, но все-таки данные укажите правильные. Вдруг что. Так, я ознакомлена с условиями переселения, установленными в региональной программе Республики Бурятия. Успех. Так, и здесь ваша подпись и дата заполнения. Все, на этом мы заполнили. Так, что я вам еще не рассказала. Ну, как будто все. Теперь я буду готовить документ, такой же пакет документов для сына, чтобы обеспечить ему безупречную подачу. И я с вами на этом прощаюсь. Надеюсь, мое видео было полезным. Не забудьте поставить лайк в этом случае. Задавайте вопросы. И если в Улан-Удэ вам нужно связаться со мной, чтобы я помогла вам заполнить какие-то документы, то ищите меня в ВКонтакте под тем же именем, той же фамилией. Всем пока. Успехов.